Грандиозное событие на канале Вакар ТВ. Розыгрыш 3000 алмазов на 3 призовых места. У меня в описании будет ссылка на видео. Ваша задача подписаться на канал Вакар ТВ, посмотреть видео и поставить лайк. А в комментариях указать свой игровой ID и ник. Розыгрыш состоится 30 января. Не теряйте время! Мур, привет друзья, с вами Зверько. Вот на основе и появился свежий герой Баданг. И кого-то он порадовал, ну и кого-то разочаровал. Наверное потому, что люди все время ждут очередную палочку-нагибалочку. Что же, давайте попробуем сделать из него играбельного персонажа. Итак, навыки. Пассивка, рыцарский кулак, тот еще рыцарь. Каждый пятый удар будет наноситься с колена и отбрасывать противника. Если за противником препятствие, то его ненадолго оглушит. Пассивка хороша один на один в тесных помещениях. Жаль, что у нас открытая карта. Вам придется следить за тем, где вы стоите и где противник находится, чтобы поймать его на удар об стену. Враги быстро привыкнут к Бадангу и не будут жаться к стенам. Первый навык. Кулак Цигун. Баданг выстреливает энергией Ци из кулака и наносит всем противникам на ее пути урон. Также замедляет их бег на 70%. Если за противником препятствие, то удара будет два, хоть и второй чуть слабее. Плюс в том, что атака считается за автоатаку и дает стак рыцарского кулака. Минус. Долгая анимация для бойца ближнего боя. В основном придется использовать это для подготовки к бою, чтобы ослабить врага или замедлить. Второй навык. Пробивающий кулак. Баданг совершает прыжок, с помощью которого можно перепрыгивать препятствия, между прочим. Если он в прыжке нанесет удар противнику, то за врагом появится стена. И вот в этом запнутом помещении Баданг может нанести достойный урон. Но есть нюанс. Противник, быстро очухавшись, попробует выскочить вспышкой или прыжком за стену, или попробует забежать за спину Баданга. А значит, навык не подходит для инициации боя. Вы можете помешать этой стеной и союзникам, и себе. Поэтому его лучше оставлять чуть-чуть на потом. Ульта. Раскалывающий кулак. Баданг, как Наталья, наносит множество ударов, оставаясь на месте. Удары, хоть и имеют отдельный урон, считаются за автоатаку. Если за противником стена, урона он будет получать больше. Кроме того, Баданг получает щит, который защищает его и от некоторого количества урона, и от контроля. Ульта наносит урона немного, и не замедляет, но можно воспользоваться тем, что это, по сути, мелкие автоатаки. Что мы видим? Три навыка с учетом пассивки усиливаются от стены, а второй навык дает стену в нужном месте. Поскольку навыки срабатывают с статусами, грех этим не воспользоваться. Поэтому я играю через охотника на демонах. Для лучшего позиционирования лучше взять вспышку. Вы будете моментально оказываться в нужном месте. Берем эмблемы бойца с третьим перком. Теперь, после замедления от нашего первого навыка, будет возрастать и наш урон. Пойдем от сборки к действиям. Моя сборка против классического набора противников с танком и бойцом. Берем что-нибудь на лес, поскольку пассивка оглушает лесных монстров, и фармим лес достаточно быстро. Магические сапоги. Увеличивают перезарядку навыков, но можно заменить на сапоги воина. Меч охотника на демонов. Основа этого билда. На экране вы увидите ульту под его воздействием. Когти хаоса. Поскольку ультуя мы не двигаемся, нам нужно будет выдерживать входящий урон. Когти дадут, нужный отхил и силу удара. Золотой посох. Увеличит нашу скорость атаки и стака пассивки. Теперь мы можем зажимать о стену соло цель. Золотой метеор и щит афины. Дадут дополнительные щиты и защиту от магии. В принципе, если у противника нет толстых героев, вместо охотника и посоха можно взять криты. Так увеличится урон в секунду. Тактика. Тут в основном геймплейные особенности. Поскольку второй навык не дает оглушения, то противник способен быстро сориентироваться. Поэтому инициируйте восслабленного врага и желательно без эскейпа. Против соло противника. Сначала ослабляйте первым навыком, вламливайте вторым и забивайте автоатакой об стенку. Во время группового файта первым не прыгайте в толпу. Подождите, пока пролетит весь стартовый контроль противника. Потом телепортируйтесь к намеченной цели вспышкой. Вторым навыком отсекаете отступление и включаете ульту. Так вы нанесете достаточно много урона. Ваш лучший друг в боях это грок. И дополнительная стена, и контроль, и урон. Вот и будете вдвоем с гроком жаться к стенкам и их же строить. Вообще, Бадангу комфортнее стоится вместе с персонажами, имеющими контроль. Поскольку даже для разгона автоатаки с упором на пассивку требуется время. Без стенок Баданг проигрывает по огневой мощи многим бойцам. Но я думаю, это поправит в следующих патчах. Надеюсь, этот гайд поможет вам освоить героя. Если видео вам понравилось, подписывайтесь на канал. Делитесь роликами с друзьями и, конечно, ставьте лапки. Всем пока!